У Путина был четкий план сделать так, чтобы Навального не было в публичном поле. Если он выжил после отравления, его в любом случае должны все забыть. Он должен быть изолирован, он должен быть унижен, посрамлен, у него не должно быть никакого авторитета, сильного российского политика. Мы видим, что этот план полностью провалился. Навального не то, что помнят, его обсуждают. ...принимать внимание до наличности осужденного Навального, обстоятельства совершенных им умышленных преступлений, их количество характеристикой общественной опасности, конкретные обстоятельства дела и полагать необходимо назначить Навальному для обрывания наказаний с коридором колонии общего режима. Раньше в основе политического процесса, управления политическим процессом лежали все-таки собственно политические действия, выборы, пропаганда. Использование административного ресурса и использование репрессий носило, оно всегда было при Путине, но оно носило вспомогательный характер. А вот начиная с прошлого года ситуация полностью поменялась. ... Алексей оказался за решеткой, и то, что, ну, не только он, многие люди, и то, что была ликвидирована наша сеть штабов, множество других организаций, это креным образом изменило мою жизнь. Я оказался за границей, и не знаю, когда смогу вернуться. Значит, везде пишешь о том, что требуешь меня, а я попасть здесь. В каком статусе, Алексей? В каком статусе? Держись! Удачи, Алексей! Мы с вами! Практически полностью закончилась легальная оппозиционная политика в России, потому что не просто отдельных активистов посадили и завели уголовные дела, разрушили всю структуру, признали ее экстремисткой. Риск — это огромные риски, огромные уголовные сроки. Риск — это огромные риски, огромные риски, огромные риски. Риск — это 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 огромные риски. Риск — это огромные риски, огромные риски. Риск — это огромные риски. Риск — это огромные риски, огромные риски. Риск — это огромные риски. Риск — это огромные риски. Мы все равно справляемся, мы выпускаем расследования, мы делаем организационную работу и мы видим эту большую поддержку в российском обществе, которая не стала меньше, а наоборот, наверное, с каждым ветком репрессий увеличивается. Продолжение следует...